Подводим итоги матча Невский-Лента. Минимальная победа Невского со счетом 2-1, да, я ничего не путаю. Александр Костенко, Павел Путинцев. Саш, ну давай начнем с тебя, потому что сейчас мы с тобой общались, не записалось, к сожалению, вроде сегодня будет все хорошо. Но мне показалось, что начали бойко, но потом вот эта стычка, которая произошла как-то, как сказать-то даже, да, сбила футбол, да. Да, совершенно согласен, но на самом деле не сказал, что мы бойко начали, я считаю, что мы начали это плохо. Но потом вот эта стычка и практически сегодня, честно говоря, футбола как такового-то было очень мало, к сожалению. Ну, когда у Ленты состав уравнялся с вашим, достаточно неплохо они действовали, были у тебя опасения за итоговый результат? При счете 2-1 там момент, их хороший был нападающий у соперника. Да, там у них был не один момент, они могли нас наказывать за наш сегодняшний антифутбол. Ну, слава богу, не, были опасения, но слава богу, там ребята не смогли забить, мы где-то, может быть, отстояли. Ну, в общем-то, для нас 3 очка, которые, наверное, не пахнут. Паш, ну, сегодня опять у нас футбол перешел в другую плоскость. Почему не удается твоим футболистам все-таки больше делать акцент на футболе, а не заниматься перепираниями? Сложно сказать, обсуждаем перед игрой все, обговариваем, что играем молча, но это не получается. Абсолютно все фалят, играют, ну, грубо, это футбол, и после каждого касания орать, как-то обзывать соперника, ну, это низко. Ну, в принципе, началось все просто из-за, ну, из-за какой-то ерунды. Ну, ударили сзади, ну, промолчи, сыграй дальше. Вот все время это объясняется, ну, не знаю. Люди жаркие, не знаю, сбор, никакого уважения к сопернику точно нету с их стороны. Мне, правда, ну, неприятно, я приношу извинения, это действительно не футбол, а просто ужас. А по игре были моменты, ну, если мы не забиваем, то, в принципе, о какой победе может идти речь. У нас были хорошие моменты, я сказал, даже стопроцентный у меня он был, но мы не забили. Опять и нам, в запрещере 2-1, шикарнейший момент не реализовал, там, в штрафной, там, обыграл игрока и уже поворотом не попал, чуть ли там не попустым. Ну, у него в каждой игре моментов 10, он забивает один, но, опять же, с такой результативностью нам нечего делать. О каких-то очках думать тоже бесполезно, надо научиться хотя бы мяч поворотом, целить, чтобы забивать голы. Ну, в чем тогда получается, что не получается-то? У Ленты, вроде, неплохие исполнители, техничные ребята, почему так мало набранных очков? Сложно сказать, вроде играемся вместе давно, да не хватает дисциплины, действительно, самое важное. Вроде и установки есть, и как играть, понятно. Просто расхлябанно, кто-то приходит просто ради удовольствия, но таких сразу отсеиваем. Я не знаю, сложно, сложно подобрать ключ каждому игроку, чтобы он как-то вообще понимал, что ему делать на поле. Но, опять же, я бы не сказал, что мы играли как-то плохо, мы последние там, ну, 4 матча, мы действительно играем хорошо. Ну, как бы, не знаю, со стороны это, наверное, видно, просто мы не забиваем. Это вот самая большая наша проблема. Я бы не сказал, что мы какие-то мальчики для битя, как были там первые 3-4 тура, когда нас проходили. Сейчас мы реально даем бой и не уходим просто так с поля. Ну, чуть-чуть времени надо, наверное. Саш, ну, очередная победа. Мы с тобой спорили. Какая сейчас по счету уже выходит? Ну, это пятая, четвертая подряд. Четвертая подряд. Ну, кого выделишь по сегодняшней игре? Да нет, наверное, сегодня никого бы не стал выделять, потому что я, если честно говоря, игрой очень недоволен. Ну, потому, наверное, наша худшая игра сегодня, и потому никого не хочу выделять. Ну, снова Пьянов, да, сегодня был на ведущих ролях, забил два гола. Да, Саша у нас молодец. Я в прошлый день говорю, что у нас человек настроение, и он сейчас правильно себя настраивает на игры, и в каждую игру он отдается на все 100. Вот результат, он забивает, забивает. Скажи, не переживаете, что, может, какие-то команды Суперлиги обратят на него внимание и, там, может быть, пригласят на усиление атаки? Нет, мы Сашу давно знаем, и если даже он захочет уйти, то мы расстанемся так, что все будут довольны. Но я думаю, что он вряд ли, наверное, уйдет. Спасибо.